Субтитры сделал DimaTorzok Вот и посмотрим сейчас в чистом эксперименте, насколько эта тачка валит Но я посмотрел по этому видосу, движок там не стоковый Я так понимаю, мой иностранный коллега покупался в автомобиле и поставил туда V6 на 3.6 литра Я, конечно, говорил в предыдущем видосе, что типа будем делать чистые тесты на стоковых автомобилях Но, черт подери, это звучит как вызов Поэтому давайте все-таки для такой старенькой машинки 73-го года свапнем движок на тот, который показан в видео Поставим все абсолютки В турбо у нас будет турбокомпрессор Нитро, как обычно, X-15 А вот дальше все вплоть по видосу То есть у нас подвесочка для трассы Тормоза, ну понятно, элитные Шины у нас для трассы Сцепление Элита Плюс КПП на 6 передач И дифференциал для трассы Ну и в экстра у нас идет мощный для нитро И вот тут теперь мне действительно стало интересно Потому что, если вы помните, в своих тестах я вначале тестирую якобы максимальную скорость Конечно, типа это аркады И тут вряд ли это на что-то сильно влияет К тому же тут таких длинных прямых особо не бывает И разогнать машину надолго не получается Но все-таки мне интересно Сможет ли вот этот вот Porsche 73 года Поехать с такой же скоростью Как приблизительно вот FXXK Или, к примеру, у Aira Потому что что там, что здесь Максимальная скорость десятка Да, мы уже поняли, что у Aira максималка немножко поменьше Но все-таки это машина 73 года, как-никак Ну что ж, ребят, как я и думал Похоже, замер максимальной скорости Ничего путного не даст Потому что при прокачке машины на 10 Все они приблизительно едут с одной и той же скоростью То есть там 374, 377 Потом с нитро разгоняется там до 680 Но тут уже, наверное, на каждую машину по-разному действует нитро Но максималка у практически любой машины, похоже, будет одинаковая Так что в следующих видосах я постараюсь вот это не учитывать Но, по крайней мере, вне записи я в любом случае буду смотреть Вдруг мы найдем что-нибудь действительно быстрое Что, к примеру, в стоке может быть будет ехать хотя бы 400 Тогда я, конечно, скажу об этом Ну и тут я думал, конечно же, сейчас я уже натренированный Я уже столько тестов провел Сейчас я проеду все идеально чисто с первого раза Ага Бац, 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 бац Да, называется, проехал чисто А пока катался, так вообще вот на что наткнуться Так что давайте уже перейдем к самой трассе Я думаю, в этот раз потребуется гораздо меньше попыток Потому что я уже всё-таки натренированный Достаточно сильный на трассу Я помню вот прям наизусть И ботов я уже вначале знаю, как объезжать Ну-ну Да иди твою за ногу Опять Так Стоп Они трехдель Загрузки осталось Тут-то я удивился, что ты так быстро загрузилась Ну что же, друзья Как я не пытался Не смог я на ней Поставить время лучше, чем 3 минуты и 16 секунд Вот чего-то ей не хватает Вот у меня возникали иногда такие ощущения Как будто бы она теряла сцепление с дорогой То есть вот особенно показательным является вот этот вот момент Видите, вот когда она объезжает вот этот поворот Переднее колесо как будто немножко так приподнимается И всё, она уходит Такое ощущение, что у неё просто центр тяжести Немножко смещён, как бы выше Ну, непонятно как-то это Ощущение, как будто ей не хватает Немножко прижимной силы Дьявольская колесница смерти Вы посмотрите, как она едет Это просто что-то с чем-то Как же она дует, ребят Господи, вы только посмотрите Помните, я говорил Уайра просто сжирает повороты Уайра подавится этими поворотами Вот этот Порш просто съедает их целиком Он не даёт никаких шансов Просто невероятная управляемость Шикарная скорость Свою мать, он точно поставит рекорд Ну, только, блядь, мне понадобится несколько попыток Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что ж, ребят, в общем, как и оказалось Здесь Порш действительно палит Я жутко тупанул и пошёл в гонку Не поставив воздушное распределение на максимум Ну и, разумеется, там немножко чувствительности тоже не добавил Как же это просто поменяло управление машиной На вот таких вот моментах, которые я показал до этого Она уже стала более стабильной И она просто вот сжирала любые повороты И самый показательный поворот, а точнее разворот Это вот этот второй вот правый разворот На нём она проходит поворот без заноса И без торможения На самом деле для меня в плане управляемости Вот этот поворот является эталоном, так сказать Я вижу, насколько хорошо машина управляется на скорости Именно на этом повороте Так что, ребят, в топку все эти гиперкары Смещаем их куда-нибудь на низ А на первое место ставим Порш Карера 911 Со временем в 3 минуты 14 секунд И 41 миллисекунда Рекомендую к приобретению Очень быстрая, управляемая И просто невероятно стабильная Самая что-нибудь прикол, тачка Но на этом всё, друзья Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И не забывайте нажимать на колокольчик Чтоб не пропускать новые видео А также стримы Играйте, ребят, только в хорошие игры Всем удачи Всем пока